Здравствуйте, уважаемые зрители! Меня зовут Ахмайев Расул Магомедович. Я врач-онколог, химиотерапевт многопрофильного медицинского центра SM-клиника на Волгоградском проспекте. Занимаюсь приемом и лечением как амбулаторным, так и стационарным пациента в условиях нашего центра. Сегодня мы с вами поговорим о таком виде лечения как химиотерапевтическое, а точнее о современных методах терапевтического лечения онкологических заболеваний. Химиотерапевтическое лечение пациентов направлено на борьбу со злокачественными новообразованиями в организме человека. Препараты бывают в форме таблеток, капсул и чаще всего в виде инъекций для внутривенного, внутримышечного введения. На сегодняшний день разделяется химиотерапия на одевантную и неоодевантную. Что же различает два этих термина? Неоодевантная химиотерапия проводится для поддержки основного лечения, основного этапа лечения, который планируется в данном случае. Чаще это локальное воздействие по типу хирургической операции или лучевой терапии. Как правило, мы проводим химиотерапию, на фоне чего опухоль замедляет свой рост, уменьшается в размерах и спокойно врач-хирург-онколог может произвести хирургическое воздействие, удалить опухоль. И мы далее продолжаем работать с пациентом. Одевантная химиотерапия как раз таки идет следом. Это химиотерапическое лечение, которое проводится уже в послеоперационном или в постлучевом периоде, когда нам нужно уже закрепить результат. Провели хирургическое лечение, при помощи химиотерапии уничтожили, так скажем, остатки опухолевых клеток, которые циркулируют по организму для того, чтобы они где-то не осели, так скажем, не дали рост, чтобы не было отдаленных метастазов. Вместе с развитием науки также развивается и медицина, которая является ее неотъемлемой частью. И в частности для лечения опухолевых процессов, опухолевых заболеваний мы уже имеем в арсенале химиотерапевтического лечения такую разновидность, как таргетная терапия. Таргет в переводе означает мишень и цель, то бишь из этого мы можем сделать вывод, так оно и является, что эта терапия направлена на прицельное уничтожение опухоли. В частности на воздействие на тот самый ген в опухоли, даже который дал сбой и при помощи таргетного воздействия на этот ген мы точечно уничтожаем опухоль и как минимум мешаем ее развитию на данном этапе. Что же касаемо пациента, которому проводится таргетная терапия, пациент испытывает меньше дискомфорт, меньше токсического воздействия и переносимость намного легче, чем классическая стандартная химиотерапия. После проведения таргетной терапии пациент фактически сразу возвращается к своей повседневной жизни, может проводиться в частности и в условиях дневного стационара. В течение одного дня человек полностью без каких-либо дополнительных ограничений на ближайшие дни выписывается на амбулаторное наблюдение. Для того чтобы провести таргетную терапию нам необходимо провести ряд обследований, в частности это иммуногистохимия, так же как и при подборе химиотерапевтического лечения, плюс добавок к этому идет и генетическое исследование, что является уже дополнением к стандартным исследованиям. Также одним из видов химиотерапевтического лечения у нас является гипертермохимиотерапия или же хайпек, который проводится в очень ограниченном количестве лечебных учреждений в Москве, в Московской области, да и во всей России. Что из себя представляет это внутрибрюшное введение химиотерапевтического препарата, который нагревается до определенной температуры и циркулирует на протяжении определенного количества времени. Как правило это химиотерапевтическое лечение проводится непосредственно во время операции. Пациент сначала чаще всего лапароскопически, то бишь без больших разрезов, через проколы. Опухоль достаточно запущенная, но локализованная по брюшной полости в малом тазу удаляется хирургически и для того, чтобы ничего не осталось, мелких отсевов, которые глаза человека невозможно фактически увидеть или большое количество мелких включений, которые невозможно убрать хирургически, удаляется при помощи воздействия гипертермохимиотерапии, для проведения которой также проводится ряд исследований опухоли, также делается иммуногистохимия и препарат для проведения подбирается по стандарту, исходя из данного исследования. Также наряду с таргетной терапией, химиотерапевтическим лечением, хайпеком в условиях КСМ-клиника проводятся современные методы лечения, такие как иммунотерапия, гормонотерапия при злокачественных новообразованиях организма человека, которые являются на сегодняшний день самыми передовыми и за этим будущие в целом онкологии. Что же необходимо для того, чтобы начать химиотерапевтическое лечение? Во-первых, все начинается с диагноза, устанавливается диагноз, пациент должен быть дообследован, проводится КТ, ПЭТ-КТ, УЗИ-исследования, берутся анализы крови, смотрит врач, леч, доктор, насколько человек сможет перенести химиотерапевтическое лечение, какой курс химиотерапевтического лечения для данного пациента, исходя из его заболевания, ему можно предложить. Пациент представляется на онкологический консилиум, где уже готовая история болезни рассматривается коллегией докторов, в которые должны входить химиотерапевт, врач-онколог, врач-радиолог, профессора, что также проводится и в условиях СМ-клиника, практически на всех площадках при обсуждении пациента и обсуждении дальнейшего лечения. Итак, пациент у нас готов, обследован, курс химиотерапевтического лечения назначен, мы госпитализируем его в стационар. Даже если химиотерапия проводится, или таргетная терапия путем дневного стационара, за несколько часов и пациента можно отпускать. Первый курс всегда надо проводить в течение суток, то бишь препарат ввели, примедикацию ввели и далее наблюдаем, как себя ведет организм человека. Только на второй день выписываем его в удовлетворительном состоянии. Далее, уже при дальнейших госпитализациях, можно будет оставлять человека только на несколько часов на время введения препарата, зная, что с ним ничего не произойдет, что данные препараты пациент переносит удовлетворительно. Перед введением химиотерапевтического лечения пациенту проводится подготовительная терапия, куда включаются препараты для защиты желудка, в первую очередь, отводимых препаратов, химиотерапевтических, таргетных, для того, чтобы пациент не дал аллергической реакции, чтобы не было какого-то токсического выраженного эффекта отводимых препаратов. Разведение препаратов производится сестрами под контролем лечащего врача в стерильных условиях, где врач проверяет дату производства, срок годности препарата, производителя. И все препараты, которые вводятся в СМ-клинику, у нас есть в наличии, и их широкое использование практикуется в повседневной работе врачей-химиотерапевтов. В любом случае мы понимаем, что химиотерапия, таргетная терапия несет определенное воздействие на организм человека, что у нас все люди, которые поступают на химиотерапевтическое лечение, не было человек, который считал, что это проходит легко и просто, все насторожены, все ждут чего-то нехорошего, ввиду того, что наслушались или от родственников, или от знакомых, или просто почитали в журнале, или посмотрели по телевизору о том, что химиотерапия иной раз это даже более страшная вещь, чем сама онкология. На самом деле, если провести нормальную подготовку пациента, если контролировать пациента на фоне введения препарата, слышать пациента, контролировать его анализы крови, можно спокойно, без дополнительных воздействий, без дополнительной нагрузки для организма пациента, проводить курсы химиотерапевтического лечения. Самое главное, что врач-онколог в нашем центре, это персональный врач данного пациента, за которым он прикреплен, и он смотрит не только его онкологическую составляющую, но и при сопутствующей патологии занимается подключением врача-специалиста, хлеболога, гастроэнтеролога, кардиолога, которые параллельно консультируют, выписывают лечение пациенту, если оно требуется в той или иной ситуации под воздействием химиотерапевтического или таргетного, или иммунного лечения. По завершению курса химиотерапевтического лечения, по завершению введения препаратов, пациент выписывается домой, также после введения определенного ряда препаратов, которые снизят токсическое воздействие на организм уже в периоде после выписки из стационара. Пациент находится на связи с лечащим врачом, сообщает ему о своем состоянии, была ли, не было ли температуры, тошнит ли его, есть ли головокружение, другие симптомы. Также обсуждается анализ контрольной крови, который сдал пациент. И если есть какие-то тревожащие в данной ситуации больше врача, нежели пациента, показатели, то пациент на амбулаторном этапе и при необходимости также при стационарном этапе выводится из этого состояния, его состояние стабилизируется. Для того, чтобы химиотерапевтическое лечение, таргетная терапия, иммунотерапия проходили без выраженного токсического эффекта, без последствий для пациента, проводить лечение нужно непосредственно в специализированном учреждении, коем является СМ-клиника, где мы всегда рады вам помочь. Спасибо за внимание. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин